Вот так уже несколько месяцев выглядит ванная комната двухэтажного пострадавшего дома. Душевая была общей для всех жильцов Благовещенской Сталинки. До сих пор в здании идет ремонт. Проживать здесь невозможно. Нет света, не работает канализация. Вот эти вот унитазы уже установлены, наверное, месяц назад. Больше сантехников здесь мы не наблюдали. Унитазы, вот эти рабочие, которые здесь работают, корейцы, они здесь ночуют и живут. Естественно, что ходят в эти унитазы. Сами чувствуете, какой здесь дамок стоит. После обрушения потолочного перекрытия в апреле Алла Горбацевич вместе с дочерью и другими жильцами поселилась в общежитии на Пионерской, 51. Пятый месяц люди мечтают вернуться в свои квартиры. За счет городского бюджета строители подчинили крышу дома. Но ремонт сделали не во всех комнатах. Из 21 помещения ремонт провели в шести, так как они муниципальные. Остальные 15 принадлежат жильцам. И по закону приводить в порядок квартиры хозяева должны сами. Но даже у тех, кому отремонтировали комнаты, есть претензии. Евгений Якушев, вернувшись домой, не нашел мебели и стиральной машины. Металлическая кровать двухместная. Где она? Мы не стали увозить ее, потому что они сказали, нам вообще 15 июня вы обратно заедете. Стол-то я в принципе нашел. Только он вон там вот валялся и весь разломанный. Посуда вообще никакой. Мы остались, кто-то взяли с собой туда, две или две кастрюльки. Двери меняться мне Сергей Сергеевич подрядчик сказал, что не будут, что по плану они не предусмотрены. Но как не предусмотрены? Если делается ремонт, значит делается ремонт не наполовину же. Гипсокартон положили на гнилой пол, который еще заливало вдобавок. Некоторые собственники квартир тоже недовольны ремонтом. Правда, на камеру говорят об этом неохотно. Елена, например, обнаружила в комнате разбитый ванну и сливной бачок, содранные обои и линолеум. Хотя строители обещали заменить только кровлю. Благовещенко написала заявление в общественную палату Амурской области и жилищную инспекцию. Моя собственная квартира, в которой я прекрасно жила, вообще шикарно, она превратилась в руины. Люди заходят, говорят, ну что это Славянск у тебя или Краматорск. Нам говорили, нам потолки сделают, выйдите отсюда и вернетесь через месяц. Городские власти, затянувшиеся на несколько месяцев ремонта, объясняют тем, что возрос объем необходимых работ. После вскрытия кровли оказалось, что ее нужно заменить полностью. Поэтому сроки ремонта сдвинулись. Сейчас остались внутренние работы. У себя принято решение, что мы заходим в косметический ремонт, делаем то, что необходимо. То, что было повреждено в ходе ремонта, кровлю полностью перестелили, потолочное перекрытие перестелили. Это все сделано. То есть на сегодняшний день это общежитие сейчас не представляет никакой опасности для жителей. Всего на обновление дома уйдет 11,5 миллионов рублей из городского бюджета. И теперь власти называют новую дату завершения ремонта. Уже третью по счету. Все работы обещают доделать к 15 августа. Наталья Погодаева, Иван Миночев, Кирилл Захаров. Альфа-Новости.